Витам! Витам на моем канале и далее презентую свою творчесть и размовямы о житию. Хотела бы показать иконы, которые уж я скончила. Написано на десе, грубостью 1 см, размеры 60 на 40 см. Прошу барца, забачить. Ну шкода, шкода же монитор не може пшказать. Направда, як виглянда та икона в реальности. То детенка. Ним позлационный. Матка-боска с такой милостью обсуясь за своим детским. Вышла барца добже, а я задоволена, иконка вышла. Барца такая субтельна, такая дужа милостя. Ну, подобащими. Сейчас давайте подумаем, что о чем подумаем? Даже не знаю, о чем поговорить, но поем отварду до поведения. Мам очень много. И хотелось бы уже своими выповедями, своим пунктом ведения до жития, в стосунку до жития. Может, чимось помогло комусь, может, что сподповедало. Ну и мои поглянды на жития. Ну, на правде, в такий поглянд же жития мы повинны научиться трактовать не поважно. На таком иллюзе трактовать, как забаву, как театр. Житие то театр, а мы акторы. А кто же в тем житию? То есть, пильновать за стороны. Ачвисте научиться, как не меньше, и тешиться с того жития, с того презента, который нам дам. Эффективно и снять в тем житию. Чтось робить. А, прежде всего, робить, творить то, что очень понравится твоей души. Ну, я полрока тому прервала робение фильмов на ютубе. Поехала до Ницце, я их уже говорила. Но, когда приехала, и снова за то взялась. И как только начала снова кренчать фильмы, нех, может, не на таком позиоме, как можно. Может, не такой, не такой информации, которая тоже необходима людям. Но все одно. Моя душа спела. Моя душа тешится. Ну, возможно, то мое. Буду теж канциновать развитие на ютубе моего канала. Может, чем-то говорю, что буду помогать людям. И, тем более, что мама до поведения в том плане, что мне в свой час очень интересовало темат, темат жизни. Что делать? Душа не болела, душа не болела, а спевала, тешилась, имела задоволение за час пребывания на земле. Но, очевидно, творить. Творить. Творить для своей души. Але добре было бы, чтобы творить и для людей, которые бы набывали твои образы, иконы. Ну, я пойму, мне набывают не так дуже, але и не без того. Только, чтобы Бог дал терплевость. И досконалиться. Досконалиться во всем. Запрашиваем до дискуссии. Запрашиваем, прошу писать комментарии. Подповеди, как есть, я буду керунковывать. Но, одразу, хочу поведеть. Я хочу говорить на тему эзотерики. То есть, глубокого смысла жития. Але не за барзо глубокого. Так, я бы для звыклего человека. И, чтобы такие техники, методы, которые бы помогли в нашем непростом. Мы будем открыть жизнь. Ну и, прежде всего, я говорю о релаксации. О разлюзнении. О таким подействием жизни. С позиции... Добре, добре, коханя. С позиции оглядача. Я зараз прийду до моего мужа, чтобы мы учились, чтобы мы не только учились, а досконалились и были задоволенны. Мы, оточение наше от этого процесса. И буду проводить в моих фильмах «Разлюзнение», «Медитация», «Модлитва» и творчество. Також на своем канале спробую давать рады житёвые, звыклые житёвые рады. Найпроще. Например, когда не знаешь, который вариант выбрать, первый или другой. Прежде всего, впадаешь в транс, разлюзниваешься и отчуваешь, чуешь, как твой организм, твоя душа реагируют на первый вариант. Ежели чуешь трошки холодно, непокой и энергия как бы скуёживается, но, можливо, этот вариант не пасует для развязывания проблем. Поздней входишь в другой стан. Ежели будешь промывать, ну, пробовать другой вариант. И ежели организм твой чуешь тепло, таки расширение энергии, трошечки душа так, як бы, ну, не спева, а така задоволена, ну, то, можливо, спробуй тэн другий вариант. Ну, как показала ту иконку, ну, просто она мне барзо подобаще, и было бы файно, чтобы я зналязла тэж набывцов своих, которые бы доценили мою творчость. Запрашам, запрашам на мой канал. Всескего доброго. До видзэня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова